всем привет сейчас мы через верблюжий проезжаем поверни камеру покажи вот верблюжий два горба вот на сейчас мы на одном горбе находимся второй горб будет дальше в конце сейчас я остановлюсь покажу чтобы видно было верблюжий добрый день дорогие зрители на канале боженит омская область с вами я и ведущий влад сейчас мы проезжали через село верблюжий это 75 километр от омска идет трасса значит омск тара и значит здесь село с таким интересным названием верблюжий и вот саньков в своей книге саргатское притяжение объясняет почему село имеет такое название верблюжий у нас же верблюда здесь диких не водится домашних не разводят но саньков основательное делает предположение что верблюжий название в связи с тем что через это село проходил московский тракт то есть значит когда шли караваны с юга в сторону запада европы часть гужевого транспорта была верблюжий верблюда и если посмотреть на на высокий берег иртыша там видно водную гладь иртыша но сейчас лучше иртыш не освободился поднимется вода будет хорошо видно и проходящие на плавсредствах население издалека могли видеть вот это вот село населенный пункт и село имеет очень такой своеобразный рельеф местности оно расположено на двух горбах проезжая через это село вот эти горбы можно увидеть по трассе ехали когда я специально заснял и показал а с большого расстояния вот это двукорбое село видно очень хорошо и вот саньков в этой книге объясняет почему же почему же это село было названо вот таким экзотическим животным с этого места также можно посмотреть видно вон тот объект который недавно снимал самое высокое место на правом берегу видно отовсюду тем еще примечательно село верблюжье а тем что рядом с ним расположены курганы принадлежащие саргатской культуре я был музее спрашивал вот туристы поедут как им объяснить что такое саргатская культура что такое значит курганы люди проезжающие захотят увидеть посмотреть как что он из себя представляет курган однако администрация отказала мне в этом сказал что а вдруг какие то у людей будут такие нехорошие помыслы и они что-либо там задумают плохое я это человек адекватно я понимаю что мнение интересное и большинство туристам эти курганы тоже интересно однако с северной стороны верблюжья буквально в 100 метрах но я знаю что здесь находится курган трогать его нельзя вроде бы охраняемая территория однако лесное хозяйство свободно ездит по этому кургану делает рекультивацию грунта в общем занимается хозяйственной деятельностью поэтому кургану неоднократно уже проезжаете там уже его перепахали и насадили елки им значит можно никаких карты с них никто ничего не требует и иначе но это все нормально а показать туристам что здесь есть курган ну нельзя очень 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 странная политика значит археологов или администрации ладно точку мое зрение поняли читайте книгу санькова саргатское притяжение вам будет очень интересно подкис подписывайтесь на мой канал это канал боженит и омская область понравился мой репортаж ставьте лайки но не понравился поставьте дислайк ладно все пока что-то делает на дороге непонятно меня сначала покажем подъезжаем к зарегатке и тут такое мероприятие а леску понятно лесно сделает отжиг для того чтобы ранняя весна снег сошел вот у нее отжигает обочину на елке не перешел огонь и с той стороны стоят контролирует так что лесхоз не спит работает какой раз пытаюсь снять как видно с саргатского бугра объект что находится на правом берегу иртыша вот сейчас вот нормально видимость хорошая сейчас я возьму камеру и покажу буквально одну минуту так положение к машине я уперся чтобы не тряслось так вроде нацелился вот смотрим первую линию горизонта вот сейчас будет видно вторую линию горизонта вот он объект в общем так просматривается просматривается более 25 километров километров 28 наверно вон и какой а хао уже уже нету резкости это вот когда напротив нижнего тэша едешь видно этот объект сейчас на возле села моего находимся на самом высоком месте его тоже хорошо видно ну конечно лучше вооружиться биноклем